Вы знаете, я могу сказать следующее. Я не вправе комментировать действия правоохранителей, но, как в Одессе говорят, в такие совпадения сложно поверить. Потому что то дело, по которому пришли с обысками к нашим кандидатам, оно длится уже на протяжении года. И кандидаты, о которых идет речь, это действующие депутаты областного совета Виктор Баранский и Виталий Саутенков, они же являются кандидатами в депутаты городского совета на будущих выборах от нашей политической силы, оппозиционная платформа «За життя». Одно из помещений, с которым пришли с обыском, это помещение, которое является моей депутатской приемной. И очень сложно поверить, что за две недели до выборов нужно осуществлять так срочно эти следственные действия по делу, которое уже длится более года. Хозяйственное дело. Четко в этом усматривается попытка давления на нашу политическую силу в целом. На меня я в данных выборах являюсь еще и субъектом этих выборов, потому что я являюсь кандидатом от оппозиционной платформы «За життя» на пост мэра города Одессы. И, опять же, искать что-то в моей приемной как раз за две недели до выборов сложно поверить в такие совпадения. Я согласен с коллегами о том, что действительно рисков очень много. Риски эти лежат не только в плоскости, о которых вы сказали, подготовка к самому избирательному процессу, но и серьезное давление на субъектов избирательного процесса, которое происходит со стороны власти, потому что бенефициарами выгод от этого давления могут быть только власть и ее сателлиты. В Одессе это провластная фракция, ее сателлиты, там у нас такая партия доверяет делам. Мы считаем, что действительно с точки зрения того, о чем говорилось, выборы действительно будут очень сложные, потому что сама структура бюллетеня достаточно непростая для простого избирателя. С учетом карантинных требований будет достаточно сложный доступ на участки. Это, опять же, может повлиять на явку. А если есть классика избирательного процесса, чем ниже явка, тем больше, скажем, поле для возможных фальсификаций со стороны участковых избирательных комиссий. Могу сказать от имени нашей политической силы, что мы предпринимаем все возможное для того, чтобы мы полностью заполняем вот те квоты, которые положены нашей политической силой, мы полностью заполняем нашими представителями для того, чтобы внимательно следить за тем, что будет происходить на участках и ни в коем случае не допустить этих нарушений для того, чтобы сберечь голос наших избирателей. Но риски, еще раз повторюсь, достаточно высокие. И при всем моем уважении к представительнице партии «Слуги народа», к сожалению, методы нынешней власти ничем не отличаются от методов предшественников команды Порошенко, давление по всем возможным направлениям на оппозицию.